Сейчас глава радикальной партии Олег Лешко предлагает Тимошенко послушать его выступление, поэтому давайте все вместе, вместе с Юлией Владимировной, послушаем. В общем, меморандум, который сегодня подписан, это Драконевский меморандум и про продаж земли, и про подвижение тарифов, и про подвижение пенсийного века. И президент Порошенко и Гройсман не мали права его подписывать. Я особисто сказал президенту не подписывать, позвать лидеров фракции, почути нашу думку. Если вы не способны проводить переговоры с МВФ, мы их проведем. Мы их проведем. И мы не даем ни пенсийный век, ни землю продать. Тимошенко может землю продавать разом с Порошенко. А потом рассказывать про офшоризацию. Бабки верните с офшори, куди вы вели еще с Лазаренко разом. Потом будете говорить про офшоризацию. Минулого тижня мы вернулись до суду на Порошенка, Гройсмана, Данилюка, министра финансов и Гонтареву, голову Назбанку. Зобовязать через суд оприлюднить меморандум. Первое. Другое. Уряд хочет продать землю. Один из обязанностей меморандума – это продаж земель, запроведжение рынка земель. Что я прошу Юлію, чтобы вы ждали? Мы считаем, что нужно изменения до Конституции, закрепить за фермерами землю. Не за транснациональными корпорациями, не за латифундистами. У нас у Порошенко есть фирма, там 400 тысяч гектаров земли. И причем за часы президентства удвічі збільшился банк земли. Чим, шановный Петр Олексійович, займается? Збільши банк земли, чтобы потом перепродать и миллиард не заработать? Чим, защитом страны. На наши какие-то дребные локальные разбежности, стратегии. Мы против продажи земли. Хотя, когда Тимошенко была премьером, она подписала продаж земли. Ну, хорошая мысль приходит позже. Доброе, что она сегодня против продажи. Потому что нужно не землю продавать. Треба продукцию из земли продать. Врешті, если не хватает в бюджетах денег, луи-виттони продайте. Бабки из офшора верните. Контрабанду на митнице перекрите. Корупцию подолайте. И все. А земля хай будет украинская. Украинского фермера. Украинского селянина. Украинского народа. Я сподіваю. А, и, до речи, подивиться, кто не будет этого поддерживать. От кто не поддерживает, чтобы Конституции записать, что главный на украинской земле – это украинский фермер. А то они служат латифундистам и транснациональным корпорациям. Сволочи.